Что такое кроссфит? Простыми словами. Давайте разберемся. Всем привет! Меня зовут тренер Федоров Сергей. Надеюсь, что этот канал будет отличным помощником для тех, кто хочет расширить свои знания в области кроссфит, научиться строить тренировки и развивать свою собственную работоспособность. Если вы готовы, давайте начнем. В руководстве говорится, что кроссфит это высокоинтенсивные тренировки с постоянными вариациями, состоящие из функциональных движений. Если вам понятно, то все очень здорово. Могу заметить, что очень многие понимают суть саму кроссфит тренировок, но немногие соблюдают и начинают интерпретировать по-своему. Давайте разберемся. Высокая интенсивность. Что это значит? Что значит тренироваться на высокой интенсивности? Как по-вашему? Смотрите, что происходит на самом деле. Когда мы говорим о тренировках высокой интенсивности, а это в принципе должна быть любая тренировка кроссфит, мы стараемся показать наилучший результат за определенное количество времени. Если вам в тренировке дали задание 400 метров бег, вы должны выполнить это с максимальной скоростью. Если на тренировке необходимо определенным способом поднять штангу, допустим, пять раз, вы должны это выполнить с максимальным весом. Либо у вас есть комбинация из упражнений, заключенных в какие-то рамки, либо в количестве, ну, если во временные рамки, то ваша задача выполнить наибольшее количество возможных повторений раунда. Если же вам дали определенное количество раундов или сетов выполнить на время, то здесь условие стоит, вы должны это выполнить за кратчайшее время. Интенсивность – это не крик в зале, не мокрые футболки и не слезы в конце комплекса. Это желание и способ улучшить свои показатели. На каждой тренировке вы должны выполнить задание лучше, чем вы, как кажется, могли бы. Если же вы пытаетесь сделать тренировку на так называемом расслабоне, либо в полсилы, то это уже не кроссфит. Я не говорю о том, что вы должны выполнить тренировку лучше какого-то результата, который вам написал тренер, либо вы нашли на страницах интернет. Нет, вы должны отталкиваться только от собственных возможностей. Высокая интенсивность может быть как значение переменное. То есть у вас есть две одинаковые тренировки с периодичностью в 2-3 недели. На первой тренировке вы, как вам кажется, сделали все возможное на этой тренировке, выполнив это задание. Через 3 недели вы уже знаете свой результат, и вы пытаетесь это же задание сделать гораздо лучше. Это и будет повышение интенсивности. Ключом в тренировках кроссфит является интенсивность. Выполняйте каждую свою тренировку на максимум своих возможностей. У многих новичков пугает это требование выполнить тренировку как можно больше, как можно быстрее, поднять как можно больше и так далее, ведь они совершенно еще не готовы и не чувствуют свое тело. Поэтому не хотят сразу выкладываться на максимум. Что я рекомендую сделать новичкам? Уберите пока все условия, как можно больше, как можно дальше, как можно быстрее и так далее, так далее. У вас есть задание, начните его выполнять вместе со всеми, но только в своем темпе. Старайтесь не отдыхать на упражнениях и в переходах между упражнениями. Подберите тот темп, который позволит вам выполнить задание совершенно без отдыха. Пример. Выполнить максимальное количество бёрпи за 7 минут. Атлета будет выполнять это в своей стратегии, в своем стиле, в своем темпе. Ваша задача выбрать тот темп, который будет постоянно сохраняться на протяжении всех 7 минут. Сделали бёрпи, выпрямились, отдохните секунд 10. Сделали бёрпи, выпрямились, отдохните 10 секунд. Таким образом, вы заметьте, что каждые 10 или каждые 15 секунд вы выполняете одно бёрпи. Это уже хорошо. Чувствуйте, что можете прибавить, прибавьте бёрпи в 10 секунд. Либо у вас останется 1 минута, вы можете ускориться. В любом случае, в конце задания вы почувствуете приятную усталость. Зафиксируйте этот результат. Это станет точкой отчёта для дальнейшего вашего развития. Не пытайтесь гнаться за атлетами. Не пытайтесь ответить себе на вопрос, смогу ли я так же сделать. Конечно, не сможете. Ни в коем случае. Это интенсивность и как её применять во время тренировки. Следующий ключ к тренировкам кроссфит это функциональные движения. С функциональными движениями всё гораздо проще. Функциональные движения это те движения, которые мы применяем абсолютно каждый день. Приседания, отжимания, подтягивания либо тяги к себе, бег, прыжки, сгибания, сгибания корпуса. Они всё чётко регламентированы и о них мы поговорим уже на дальнейшем наших занятиях или видео, встречах. Называйте, как хотите, где я подробно расскажу, на какой функциональности относятся какое упражнение. Функциональные движения это многосуставные упражнения. Подъём штанги с пола до полного выпрямления. Что мы должны сделать? Мы должны поднять штангу, забросить её штангу на грудь, отсюда либо толкнуть, либо поднять любым способом штангу над головой. В функциональные движения не входят односуставные, то есть концентрированные упражнения, которые вы хорошо знаете из бодибилдинга. В кроссфит применяются функциональные движения. Это то, что вы делаете каждый день, то, что составляет общую базу подготовки любых спортсменов, то, что вас развивает наилучшим способом. Для подсказки, кто хоть раз был в качалке, а ты, наверное, точно был, что называется базой? Жим, приседания, тяга. Это функциональные движения. Комплексы из функциональных движений самых простых. Есть комплекс. Закончить как можно больше раундов за 20 минут, состоящих из трёх упражнений. Это 5 подтягиваний, 10 отжиманий, 15 приседаний. Супер комплекс. Попробую выполнить. Дальше мы пойдём говорить о вариативности. Что значит вариативность? Что значит вариации? Вариативность здесь имеет наиболее широкое значение. Кроссфит не зажимает себя в рамках определённых временных значений, определённых упражнений каких-то, либо определённых моделей заданий. Здесь всё должно быть вариативно, ведь кроссфит готовит к неизведанному и непознанному. Все атлеты практически готовы выполнить сумасшедшие, сложные, неизвестные комплексы и сделать это лучше всех. Вариативность бывает во времени, то есть, тренировки бывают и задания бывают на 5 минут, бывают на 40 минут. Задания могут состоять из одного упражнения, а могут состоять из 10 упражнений. Задания могут быть только силовыми, а могут быть работа собственным весом, а могут быть задания, связанные с подъёмом тяжести и кардионагрузкой. В этом вариация. Нет в кроссфит на определённых таких значений, определённых тренировок, где мы постоянно, каждый день выполняем одно и то же. Кроссфит и рутина – совершенно несовместимые вещи. Тренировки меняются всё время. Изо дня в день нет похожих заданий. Да, мы берём тренировки, которые делали 2 месяца назад, 3 месяца назад, а может быть год назад, а может быть и 5 лет назад, но делаем для того, чтобы проверить, насколько мы стали лучше. Опять же, для повышения нашей интенсивности. Это вариативность. Третий ключ тренировок кроссфит. Более подробно и более широкую информацию о вариативности, о функциональности, о интенсивности и о всех упражнениях ты увидишь на этом канале, если подпишешься, поставишь колокольчик, для того, чтобы приходило тебе уведомление о выходе новых видео. Поддержи и это видео своим лайком, для того, чтобы оно ротировалось чуть выше. Для меня была какая-то мотивация для тебя записывать ещё полезные видео, ведь мы будем программировать тренировки, мы будем масштабировать их, мы будем проходить курсы кроссфита. Поэтому оставайся со мной. Ты мне нужен. Я надеюсь, что я тебе. А давайте теперь подытожим наше видео. Кроссфит – это ОФП, общая физическая подготовка. Но мне очень хочется, чтобы ты понял, что это не просто тренировки на турнике и бег по стадиону. Это ещё и подъёмы тяжестей, и всевозможные комбинации с этими модальностями, и возможность развить наивысшую интенсивность, выполнять тренировки всё время в меняющемся стиле равномерное развитие всех основных физических параметров. Это именно следующее наше видео, где я расскажу, что мы развиваем и зачем это нужно. И ещё на примерах. На этом всё. Огромное тебе спасибо. Смотри следующее видео, а новое совсем скоро. Удачи! Отличных тренировок! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok